Мы сейчас запустим тестовый шарик, чтобы посмотреть, какое направление и скорость ветра в данный момент. Это для того, чтобы определить, куда мы полетим, в каком направлении, и выбрать место старта. Всем привет! Вы смотрите программу Афиши на СТРРФ. С вами Полина Громова. И если в прошлый раз мы покоряли крыши, то сейчас мы решили забраться еще выше. В этом выпуске я расскажу не только о том, куда сходить и что посмотреть в ближайшие две недели, но и о том, что такое воздухоплавание. Мы отправимся в небольшое путешествие вместе с клубом «Ярилы». Кстати, тоже очень хороший способ, чтобы провести досуг. Признаюсь, что опыт полета на воздушном шаре у меня уже есть. И даже почетный титул – графиня Бужаровская. А вот у нашего оператора Миши сегодня первый раз. Миша, рассказывай, что ты чувствуешь. Я в предвкушении посмотреть виды. Посмотреть виды. Я тебе скажу, что это очень прекрасно. Давайте пожелаем нашему новичку удачи. Ну а пока идет процесс подготовки, расскажу вам о том, что можно посмотреть в кинотеатрах. И я, кстати, нашла для вас кое-что мотивационное. Хочется, чтобы после просмотра вам захотелось свернуть горы, захватить этот мир, начать развиваться. И вас точно вдохновит история Реджинельда Дуайта. Вы не знаете, кто это? Внимание, открываю Америку. Это настоящее имя знаменитого музыканта Элтона Джона. Фильм «Рокетмен», названный в честь его одноименного хита, расскажет о том, как очень одаренный мальчик из Королевской Академии Музыки превратился в звезду мирового масштаба. Очень красочная, очень добрая, а главное, как я уже сказала, мотивирующая картина. Не пропустите! А мы уже скоро будем взлетать, посмотрите. Что ж, а наш шар готов к взлету. Пожелайте нам удачи. Представляете, мы взлетаем. Мы уже оторвались от семьи. Это происходит в нашей жизни. Ну а прямо сейчас я хочу представить вам нашего пилота Владимира. Владимир. Здравствуйте, добрый вечер. Владимир, расскажите, как вообще так происходит, что шар отрывается от земли? Ну все очень просто. Есть законы физики, которые неумолимо действуют на те предметы, которые легче окружающего их воздуха. За счет теплого воздуха шар поднимается вверх. То есть по закону Архимеда все происходит. Ничего нового. Ну впервые на воздушном шаре полетели отважные братья Монгольфье. Это было в 1783 году. Далек. А, впрочем, даже полетели не они, а отправили барана, петуха и утку. Во время полета баран отдавил петуху лапы, но не попал, соответственно, в суп, а продолжал бегать и рассказывать им о своем первом полете. Но с той поры больше баранов не берут на полет в воздушном шаре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Владимир, вот каким образом у вас получается рулить? Как это происходит в воздухоплавании? Ну, руление – это весьма условное понятие для воздухоплавания. В нашем полушарии, как правило, если ты поднимаешься выше, ты летишь правее. Опускаясь ниже, ты берешь левее. Вот в рамках вот этого сектора можно совершать движение вперед. А как вы стали воздухоплавателем? Ой, ну это было очень-очень давным-давно это было. Захотелось, наверное, оторваться от земной суеты и попробовать чего-то необычного, неземного. И вот так получилось, что мы с моим приятелем в славном городе Великие Луки приехали туда, там, в школу воздухоплавания, и мы с ним выучились на пилотов. Примерно это три недели заняло курс обучения. На самом деле очень демократичный и вид спорта, и хобби, и вид развлечения. Как молодежь может летать на воздушных шарах, так и уже люди в пожилом и, мягко говоря, очень зрелом возрасте. Среди нас есть пилот, которому в прошлом году уже стукнул 80 лет. А вот что вам больше всего нравится в этом виде спорта? Ну, кроме, конечно, замечательных видов, утренние, вечерние полеты, мне очень интересны эмоции и реакции тех людей, которые совершают со мной первый полет. Благодаря этим реакциям и этим эмоциям, впечатлениям, я как бы свой первый полет заново вместе с ним переживаю. А еще же это получается случайность, теория вероятности, куда вы полетите, где приземлитесь. Это вам нравится или вы, наоборот, считаете это недостатком воздуха? Пожалуй, все-таки это одно из преимуществ, оно добавляет такую вот изюминку, добавляет дополнительную уникальность к воздухоплаванию. И, соответственно, это из простого путешествия превращается в небольшое приключение. Виктор, категорически вас приветствуем, категорически видишь. И мы вас тоже. А прямо сейчас мы приближаемся к музею Новый Иерусалим. К сожалению, его мы не увидим отсюда, но, тем не менее, я вам все равно расскажу то, что там будет происходить. Предлагаю пустить вам уникальный мастер-класс, который называется «Подставка под чашку» в технике декупаж. Вы своими руками создадите красивое и очень практичное изделие, и потребуется вам для этого только бумага и салфетки. Сейчас подробнее расскажу. Вообще, что такое декупаж? Это способ декорирования предметов посредством приклеивания на них различных изображений. Техника старинная, такие украшения были очень модны при дворе французского короля Людовика XVI. Сейчас они снова стали актуальными. В технике декупаж декорируют сумки, шляпы, подносы, часы, шкатулки, ну и так далее. Мастер-класс пройдет 15 июня в 12.00. Стоимость участия 500 рублей. Всех ждем! Ну, а где-то вдалеке виднеется Истринский городской парк. Вы знаете, что там? 12 июня вся Истра будет отмечать День России. Что у нас в программе? Во-первых, выступление Духового оркестра имени Романа Алексюка. Показ коллекции русских костюмов краса России. Вы представляете, показ мод в Истре. Надо обязательно сходить. Также выступление коллективов современного танца. Это программа с участием клуба бально-исторического танца и анимация для детей. Хочу также напомнить, что ежегодно в этот день мы еще праздновали День города. В прошлом году мы помним, что праздник перенесли из-за Чемпионата мира по футболу, но и в этом году его тоже перенесли на осень. Но уже просто так без причины. В этом случае мы провели опрос и узнали у истринцев, как они вообще относятся к этим изменениям. Сожалеют ли они о том, что в начале лета день рождения нашего города больше не отмечают или их вполне устраивает сентябрь. Давайте посмотрим. Для истринцев 12 июня особенный день. Для нас это не только праздник России, но и день рождения нашего города. Однако в прошлом году обстоятельства вынудили администрацию перенести торжество на конец августа. Мы помним, что тогда вся страна болела за любимые команды на Чемпионате мира. И казалось бы, простое исключение, но теперь оно стало правилом. В этом году датой празднования Дня города Истры сделали 7 сентября. И давайте узнаем у горожан, как они относятся к таким изменениям. Вы ждете День города? Вообще-то да. А вы знаете, что перенесли в этом году на 7 сентября? Нет. А как вы к этому относитесь? Ну, может быть, 7 сентября. Ну, а для вас какая дата более удобная? Наверное, все-таки летом. Хотя детки приезжают все с лагерей уже. Скорее всего, может, и сентябрь будет лучше, когда будет больше людей. Вы как считаете, когда лучше? Ну, 12 июня почему? Ну, так привыкли уже все. Как бы это уже вошло в людей уже, как сказать. Привычку, что ли. Как бы День России, День города нашего. Естественно, 12-й, потому что опять, как в том году, в тот раз перенесли из понятных причин в чемпионат мира, а в этом году вообще на 7 сентября просто даже по непонятным причинам. А почему лучше 12-й? Ну, потому что лет, как бы больше народу, больше свободного времени у людей. Чисто-чисто из-за жары даже, можно сказать. Больше веселья будет и комфортнее. Когда лучше, 7-го или же в июне, как мы привыкли? Наверное, в июне. Все-таки погода-то как бы получше, и я думаю, что для людей как бы они посвободнее все-таки. Я думаю, в июне. Почему? Ну, потому что лето, все могут прийти, а зимой, может быть, кто-то поехал куда-то отмечать. Между школой начинается. Да. Осень. А летом все могут прийти. И летом даже тепло. Мне кажется. Мне тоже кажется. А вы знаете, что в этом году не 12-го, а 7-го сентября? Перенесли? Нет, не знаю. Как вы относитесь к таким изменениям? Мне кажется, было бы лучше летом, как было раньше. Во-первых, погода теплая. Но, во-вторых, уже привыкли к этой дате. 12-го июня. День России, день города. Как вы считаете, лучше 12-го июня или 7-го сентября? 12-го июня однозначно. Это больше праздник эмоциональный. А к осени не особо хочется проснуть, мне кажется. Как считаешь? Возможно. Но я бы к середине лета перенес, чтобы можно было подготовиться. Ну, наверное, да. Потому что в июне заканчивают школу, по-моему, там экзамены, что-то такое. И в середине лета, мне кажется, это было бы интереснее. В июне мы привыкли в июне всегда. Скажите, вы ждете день города? Ну, хотелось бы, да, в июне все-таки. Да, перенесли на 7-е сентября. Как вы к этому относитесь? Ну, неоднозначно, потому что уже второй раз переносит. А когда вам больше нравится? Конечно, летом. Вы знаете, что перенесли с 12-го? Да, на сентябрь. И как вы к этому относитесь? Ну, мы считаем то, что лучше все летом отметить, потому что, ну, сентябрь у всех учеба, все поуезжают. День города у нас перенесли с июня на сентябрь. Как вы к этому относитесь? А, в общем-то, положительно. В сентябре лучше? В сентябре? На сентябрь? На сентябрь. А, на сентябрь. Ну, вообще-то мы привыкли. 12-го июня как-то, вроде день России, все это соответствовало. Лучше бы было летом. Потому что летом будет больше народу, это во-первых. И, во-вторых, как бы лето все отдыхают во время праздников. А так сентябрь как бы учеба. Что ж, как нам удалось узнать из официальных источников, решение перенести день города на сентябрь связано с тем, что сейчас полным ходом идет акция «Лето в Подмосковье». В июне нас ожидает фестиваль духовых оркестров, джаз-фест, праздник русской деревни. В июле каждые выходные концерт музея «Новый Иерусалим», а также концерт фонда Дениса Мацуева «Новые имена». Август запомнится агрофестом и лишь сентябрь оказался свободным для проведения дня города. Другими словами, решение перенести торжество на начало осени было принято с целью распределения нагрузки обеспечивающих служб. Друзья, ну мы идем на посадку, и посмотрите, кто нас встречает. Кто нас встречает? Антон! Антон! А? Ты нам завидуешь? Нет! Нет! Видно? Вы мягкие ребята! Вы хотите нам сделать комплимент? Виктор, прямо на дорожку ставьте. Стои мне! Что ж, а прямо сейчас нас ожидает важная процедура. Это посвящение воздухоплавателю. Да, но сначала мы соберем наш чудесный аэростат и подготовимся к этой процедуре. Поэтому сейчас нам нужно будет немножко поработать. Парашютный клапан открываем, теплый воздух у нас выходит, шар остывает и опускается на землю. Это невероятно красиво. Люди спрашивают, а вот такой большой шар в эту сумку уместится? Но если мы его из этой сумки достали, то мы в эту сумку ее уберем. Ну вообще действительно сомнительно. Давайте делать сам. Уместится или не месяц? Всего в стране около 300 воздухоплавателей, да, пилотов. И 6 из них. И 6 из них, 6 из них в Истре. То есть у нас, можно сказать, воздухоплавательный город. И так, кто у нас сегодня летал на воздушном шаре? Какой первый раз? Миша. Михаил, тогда прошу вас занять место на этой оболочке. Ложимся на животный лицом ко мне. В графстве Франции, Версале, 200 с лишним лет назад, вы впервые запускали тепловой аэростат. Расписным воздушным шаром любовался весь Париж. Он взлетел над парком старым и поднялся выше крыши. На полет аэростат убедились люди все. Шар забрели два брата, два умельца на гофе. Волей веселого короля Людовика XVI. Дарю вам все те земли, над которыми мы с вами сегодня пролетели. От Лечищего до Лучинского это все теперь ваше. Поскольку вы были подняты в небо горелкой, то есть присутствовала стихия огня, летели по воздуху и приземлились на землю, посвящаю вас всеми теми стихиями, которые нам сегодня позволили совершить нас в полет. Посвящаюсь огнем, воздухом. Как символ земли, травки вам. Чтобы всегда земля вас отпускала в полет и ласково принимала назад. Ну а еще знайте, что всегда есть кто-то выше, умнее и сильнее вас. И никогда поэтому не зазнавайтесь. А теперь вам предстоит выбрать ваше воздухоплавательное имя. Никитская. Итак, отныне вы у нас граф Никитский. Новоиспеченному графу Никитскому гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! 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 Поздравляем вас, ваше сиятельство. Спасибо. Ну что ж, теперь наш Миша, граф Никитский. Прошу поклоняться и подчиняться. Ну а на этой прекрасной ноте мы завершаем наш выпуск программы Афиша от ИСТРРФ. Летайте, влюбляйтесь, мечтайте. И не забывайте смотреть Афишу на ИСТРРФ. С вами была Полина Громова, мои операторы и воздухоплавательный клуб Ярила. Пока-пока!